Клан Чистого Неба окажет полную поддержку, покуда Клан Тан может нас принять. Было довольно неожиданно, что Клан Тан и Чистое Небо объединились вместе. Ведь ранее Тан Сан обещал, что между ними не будет никаких связей. Но так даже лучше. Если Клан Чистого Неба будет сотрудничать с Кланом Тан, оба они станут ещё сильнее. А главное, Тан Сан имеет влияние в обеих кланах. Он глава Клана Тан, а также первый Высший Старейшина в Клане Чистого Неба. Сотрудничество между кланами пойдёт на пользу всем. Пока идёт война, не время ссориться. Главный их враг – это Духовная Империя. Также Тан Сан, наконец, отправился на охоту за кольцами, в Великий Звёздный Лес. Сколько приключений его там ждёт. Это и битва с тёмным тигром, и сражение с братьями-муравьями, и эволюция паучьих копий до уровня бога. Будет весьма интересно всё это увидеть. И скорее всего, это покажут до конца аниме. А уже в анимационном фильме Тан Сан встретит Зян Ринсё и оставшую богиней-ангелом. И произойдёт просто шикарная битва между ними. В анонсе показан тот момент, когда Тан Сан очень беспечно передвигается по лесу. Сцена, когда богомол ловит цикаду, а позади появляется птичка, не случайно. Это говорит о том, что даже победив многих соперников, не стоит недооценивать других врагов. Иначе победив одного, можно проиграть другому. Это же практически случилось с Тан Саном, когда он встретил тёмного бога-тигра. Это стало уроком для Тан Сана, и он решил всегда быть серьёзным в любой битве с любым противником. Вообще, в этом великом звёздном лесу Тан Сан дважды чуть не погиб. Первый раз, когда попал в пространство тёмного тигра и стал шестилетним ребёнком. Тогда он спасся только благодаря скрытому оружию и навыкам из прошлой жизни. Во втором случае Тан Сан поглощал одновременно три духовных кольца по 90 тысяч лет. На всём боевом континенте такого никогда не было. Это поглощение стало для Тан Сана настоящей борьбой за жизнь. Также в трейлере показали, что Тянь Рин Цюя приступила к девятому испытанию. Сложность по-прежнему относительно низкая. В оригинале Тянь Рин Цюя просто пережила три основных препятствия. И на самом деле даже не преодолела их, но всё же стала богом. Особенно, когда она увидела Тан Сана. Эти три препятствия – месть Биби Дун за убийство своего отца, семейная привязанность к дедушке Тян Далю и любовные чувства к Тан Сану. После того, как Тян Далю рассказал Тян Рин Цюя, кто на самом деле убил её отца, он добавил, «Прошлое – это уже прошлое. Биби Дун – гений, вот только методы твоего отца, чтобы удержать её, были немного коварными. Но никто не ожидал, что она будет ждать столько лет, прежде чем отомстить. У тебя не стало отца, поэтому я не хотел оставлять тебя и без матери. Как только ты станешь богом ангелов, чётко подумай, как поступить с Биби Дун. Если на континенте есть ещё один человек, у которого есть шанс стать богом, то это твоя мать. Её сердце уже поглощено злобой. Если она успешно прорвётся и станет богом Ракшасой, она будет полной противоположностью тебе, как богу ангелу. Но ты её дочь. В глубине души она всегда любила тебя. Когда ты захватишь власть в Духовной Империи, реши для себя, как поступить с Биби Дун». Получается, Тян Далю уже давно знал, что Биби Дун пытается стать богом Ракшасой. А вот сама Биби Дун не была в курсе, что Тянь Ринсёя проходит испытания ангела. Согласно анонсу, Биби Дун покинула перевал Дзелин. Под принуждением шести служителей у неё не было другого выбора, как просто уйти. Не говоря уже о том, что она была в очень плохом состоянии. У Ху Лены были особые отношения с Биби Дун, и она вместе с ней ехала в столицу. Биби Дун скоро должна была занять позицию бога Ракшасы, но перед этим ей ещё пришлось немного пострадать. По крайней мере, ей нужно оправиться от полученных травм. Тан Сан серьёзно ранил Биби Дун на перевале Дзелин. В конце она даже не могла использовать своё бессмертное тело. Если бы не прибытие шести великих жрецов, Биби Дун, вероятно, умерла бы. Эта боль превратится в силу и ещё больше побудит её стать богом. Итак, во время девятого испытания Тянь Ринсёя увидела троих человек, самых важных и дорогих для неё. Первой была Биби Дун, вторым Тян Далю и третьим Тан Сан. Чем позже появлялась фигура, тем важнее был для неё этот человек. В глубине её души появился человек в длинных роскошных одеждах, императрица Биби Дун. Она смотрела на Тянь Ринсёя с холодным и благородным выражением лица, а потом сказала, «Разве ты не хочешь превзойти меня? Ты меня ненавидишь? Я убила Тян Сюнзи. Ты хочешь отомстить за него?» Сознание Тянь Ринсёя как будто встряхнулось. «Биби Дун, я ненавижу тебя. Ты не подходишь на роль моей матери. Но я не убью тебя. Я вырву власть, которую ты жаждешь больше всего, чтобы дать тебе почувствовать страдания». После этих слов фигура Биби Дун расплылась перед ней, постепенно исчезая в небытие. В чём была суть этого испытания? Тянь Ринсёя нужно было преодолеть свою ненависть к матери или же просто принять свои чувства к ней? Даже читая всё это в новелле, не совсем понятно. Эти три человека как бы провоцировали Тянь Ринсёя и вызывали в ней глубочайшее чувство, но Тянь Ринсёя, казалось, совсем с ними не боролась. Интересно, как это покажут в аниме. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о поисках колес Тансана и битвах с сильными зверями. Подписывайтесь на канал и всем пока.